Здравствуйте! В эфире передача НашГорб, в студии Константин Перевозчиков. Сегодня расскажем о том, как развивались события, что они нам сулят и, конечно же, чем запомнилась эта неделя. Первая неделя октября в Сарове запомнилась праздниками, юбилеями, масштабными учениями по гражданской обороне. И о них мы обязательно расскажем, но чуть позже. А начнем с более приземленных, насущных дел, то есть денег. Наша с вами общая копилка под названием «Городской бюджет» на днях претерпела очередную ревизию. Департамент финансов администрации подготовил проект корректировок, которые передали на утверждение депутатам. Пугаться здесь нечего, это абсолютно нормальная практика. Любые финансовые сметы и документы в изначальном варианте – это как прогноз погоды. В целом не врет, но иногда бывают сюрпризы. Приятные и не очень. Никуда от этого не деться. Заложили на образование условно 100 миллионов рублей, а тут бац – здание 10-й школы треснуло. Надо ремонтировать, искать деньги. А где искать? В том же самом бюджете. Нашли, расписали на несколько лет. И тут из Нижегородского Кремля приходит новость. Губернатор договорился с премьером о том, что деньги на ремонт 10-й школы выделят из федеральных ресурсов. Отлично. Только опять все надо пересчитывать. И так постоянно, круглый год. Жизнь вообще штука непредсказуемая. Впрочем, вернемся к теме. В минувшую пятницу народные избранники утвердили новую редакцию городского бюджета. Что и как изменилось, узнали мои коллеги. Открыть 10-ю школу к 1 сентября 2019 года обещал глава региона во время рабочего визита в Саров. По нормативам на реконструкцию отводится 9 месяцев. И чтобы успеть в срок, ремонтные работы нужно начать не позднее 1 декабря. До этого необходимо подготовить конкурсную документацию и провести сам конкурс. Это тоже требует определенного времени. В связи с крайне ограниченными сроками проведения закупочных процедур, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту, решение о выделении средств за счет бюджета, конечно, не требует сегодня отлагательств. Внесены в корректировку бюджета и средства на составление проектно-сметной документации на благоустройство парка Зернова. Также в финансовый документ заложены деньги на реконструкцию улицы Симашко, поддержку театра и в целом области культуры. В очередной раз рассмотрели депутаты и возможность увеличения финансирования для футбольного клуба «Саров». В этой корректировке средства не предусмотрены, но до конца года деньги выделят. Вновь пообещали депутаты. В конечном итоге поправка была к этому проекту корректировки бюджета. Она была одобрена плановым бюджетным комитетом и согласована со стороны согласительной комиссии городской думы и со стороны согласительной комиссии администрации. То есть поддержать эту поправку и включить это финансирование в ближайшую корректировку бюджета, который по практике у нас происходит в декабре месяце. Обсудили депутаты и наболевший вопрос строительства ФОКа. Сейчас рассматривается вариант софинансирования объекта. 25% из городской казны, 75% из регионального бюджета. Если область поддержит это решение, в Саровском бюджете в ближайшие два года на возведение спорткомплекса необходимо будет предусмотреть порядка 200 миллионов рублей. Дома на перекрестке у бывшего кинотеатра «Молодежный быть». Договор о развитии территории на месте медвотрезвителя подписали в администрации. Разговоры о строительстве жилого дома в этом месте начались далеко не вчера и шли непросто. На каждое «за» всегда находилось против. С одной стороны, для полноценного многоквартирного дома места явно маловато. С другой, в Сарове не хватает социального жилья. Люди годами и даже десятилетиями стоят в очередях. И от этого нельзя просто так отпахнуться. Но можно, к примеру, выбрать другое, более подходящее место для дома. Можно было бы, потому что решение о строительстве принято. Подробности в следующем репортаже. Компания-застройщик, которая займется строительством дома на месте бывшей наркологии, определилась в конце сентября. В октябре специалист администрации и руководитель компании-победителя подписали соответствующий договор. И к 2021 году по адресу Зернова 43 появится социальный жилой дом. Будет куплено по муниципальным контрактам в муниципалитет и будет передаваться в очередь 30% жилого территории от этого дома. И предусмотрено, что 20% застройщик обязан построить однокомнатных квартир не менее 27 квадратных метров, не более 28 квадратных метров. И 80% будет построено трехкомнатных квартир. Тоже площадь определена не менее 56 квадратных метров. Высота дома не будет превышать пяти этажей. Цена, по которой администрация выкупит у застройщика жилье для очередников – 34 тысячи за квадрат. Но точное количество квартир пока неизвестно. Да и о стоимости коммерческих метров в этом доме тоже говорить пока рано. Офисные помещения там не предусмотрены. По количеству квартир пока сказать не могу, потому что проект находится только в разработке. На данном этапе сейчас разработается проект сноса существующего здания. Потом будет делаться геология, и только потом уже будет закладываться проект и рассчитываться, сколько квартир будет построено. Строительство жилого дома на месте бывшей наркологии активно обсуждали на публичных слушаниях. Горожане задавали множество вопросов, часть которых были проработаны и нашли отражение в концепции проекта строительства. Основная проблема, задача, просьба была горожан, чтобы не создавать пробки с транспортом, которые будут оставлять жители данного дома. Но вот поставлено условие, чтобы количество квартир не превышало количество парковочных мест, которые могут быть организованы внутри двора. Здание бывшей наркологии было признано аварийным в 2016 году. Снесут его уже до конца этого года. Новый дом на этом месте должен появиться не позднее 21 апреля 2021 года. Но застройщик обещает приложить все усилия, чтобы завершить строительство в течение полутора лет. Безопасность превыше всего. Следом за противопожарными учениями в АТОМе на прошлой неделе в Сарове прошла еще более масштабная проверка. А именно тактика специального учения в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. О размахе можно судить по цифрам. Условную ЧС ликвидировали несколько сотен человек. Сотрудники ядерного центра, медики, пожарные и личный состав Росгвардии. А также несколько десятков единиц спецтехники. Как выглядит ликвидация последствий выброса опасных веществ наблюдали мои коллеги. В половине девятого утра личный состав караула пожарной части номер 4 был поднят по учебной тревоге. На режимном объекте произошло условное возгорание зданий и возникла угроза радиационного заражения сотрудников и окружающей среды. У пожарных всего две минуты, чтобы добраться до места аварии. По данному мероприятию было вызвано необходимое количество сил и средств, сосредоточено на месте возгорания. В том числе это был АБР-робот и АП-5000, то есть это автомобиль порошкового утушения. В учениях был задействован личный состав караула, а также дежурное подразделение войсковой части 32-74. Военнослужащие Саровской дивизии одними из первых прибыли на место учений и приступили к отработке действий при возникновении чрезвычайной ситуации. В течение полутора-двух часов мы развертываем пункты управления, организуем взаимодействие, входим в связь с подразделениями МЧС, гражданской обороны, подразделениями ОРФАЦНЕФ и организуем взаимодействие уже по всем системам, по всем сферам. Рядом с местом условного возгорания оборудовали передвижной штаб, наладили связь и подготовили пункт для санитарной обработки сотрудников объекта. После отработки действий на месте аварии руководители силовых структур и спецслужб прибыли в оперативный штаб для проведения заключительных этапов учений. На месте ликвидации аварии пожарными, так как по сценарию было сначала возгорание, сначала был создан штаб пожаротушения, после работы по ликвидации возгорания и комиссии КЧСО принимается решение высылки оперативной группы на место аварии, и уже по результатам оценки аварии создается оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. Специалисты отметили, что предприятие «Росатома» впервые участвует в таких учениях, а поэтому не обошлось без ошибок и недочетов, которые планируют устранить в кратчайшие сроки. Отработав все этапы, руководители структур подвели итоги и дали оценку действиям спецслужб. Сегодня все прошло штатно, нормально, организовано. Когда используется много техники, много людей, то есть необходимо уделять внимание охране труда, безопасности, чтобы все было сделано четко, сегодня это и было выполнено. Всего в тактико-специальных учениях приняли участие несколько сотен человек и десятки единиц специальной техники. Впереди у спецслужб поработа над ошибками и подготовка к отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. С этого месяца автобусы в Сарове перешли на зимнее расписание. График движения на частных маршрутах при этом остался неизменным. В городской администрации призвали Саровщин принимать активное участие в развитии общественного транспорта, оперативно сообщать о задержках, а также высказывать свои пожелания и предложения. В отличие от муниципального общественного транспорта, график движения частных перевозчиков не зависит от времени года. Изменение маршрута и времени прибытия на остановке связано с появлением новых районов и потребностями пассажиров. Вне зависимости от этого интервал движения маршруток остается неизменным. Он не должен превышать 10-12 минут. Что касается правил перевозки пассажиров, то одновременно в салоне стоя ехать могут не больше четырех человек. Контроль за соблюдением этих норм входит в сферу ответственности сотрудников ГИБДД. За остальным следят специалисты ДГХ. Они контролируют соблюдение перевозчиками расписания и маршрута. Помогает в этом система ГЛОНАСС. Несмотря на постоянный мониторинг и контроль на линиях, некоторым пассажирам все-таки приходится тратить драгоценное время, стоя на остановках. Стало неудобно. Раньше удобнее было. Я выходила за 15 минут, успевала до старого района доехать. А сейчас мне приходится за полчаса даже больше. Я очень редко пользуюсь на своей машине. Но когда пользуюсь, приходится стоять. Долго автобусы. Вовсе долго. Еще весной в схему организации частного движения были внесены изменения. Маршруты переименовали и по просьбам горожан. В обновленной 52-й включены улицы Березовая, Раменская и Курчатова. Однако пассажиры стали замечать, что в вечернее время суток или выходные дни уехать с этих улиц на маршрутке практически невозможно. Как только данное изменение маршрута вступило в силу, конечно, проблема такая существовала. Но на сегодняшний день такие случаи единичные. И если такая ситуация произошла, что водитель не поехал по установленному маршруту, то нужно обращаться в Департамент городского хозяйства. Пожелания и жалобы горожан принимаются по телефону 977-68. Если речь идет о несоблюдении расписания движения, рекомендуется указывать место и временной интервал отсутствия автобуса или маршрутки. В Сарове прошла операция по сдаче крови на типирование. А всего по Нижегородской области в ней приняли участие 13 городов, жители которых внесли свой вклад в пополнение национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. Благодаря неравнодушным людям база потенциальных доноров пополнилась почти на 3000 человек. День пожилого человека – праздник особенный. По традиции его отмечают на всех площадках города. В Центре социального обслуживания собрались ветераны, чтобы пообщаться и поздравить друг друга с этим событием. Ученики 14-й школы подготовили для старшего поколения праздничный концерт в рамках ежегодной акции «Подари частичку доброты». Мы давно уже сотрудничаем с представителями вот этого вот центра. И каждый год сюда приезжают ребята нашей школы, показывают небольшой концерт. В этом году ученики и педагоги подготовили для бабушек и дедушек зажигательные танцы, народные песни и частушки. А также придумали видеоролик, который на протяжении всего концерта транслировался на экране. Очень интересный был концерт. Дети выступали с таким вдохновением каким-то. И мы все были восхищены, с изумлением слушали. Очень благодарны организаторам и деткам. После концерта всех гостей ждал приятный сюрприз. Ветераны смогли отведать вкусный праздничный пирог, который приготовили педагоги, ученики и их родители. В этом году Саров впервые присоединился ко всероссийской акции «Вальс нашей молодости», которую традиционно посвящает Международному дню пожилого человека. Инициатива ее проведения принадлежит Федеральной службе войск Национальной гвардии. Военный оркестр Саровской дивизии совместно с сотрудниками Центра развития культуры и искусства провели для пенсионеров Сарова праздничную концертную программу. Под звуки вальса на сцену выходят воспитанники студии спортивного бального танца дека. Пары кружатся на паркете в ритм музыки. И это не может оставить равнодушными гостей праздничного концерта. Бабушки и дедушки присоединяются к юным танцорам и вальсируют со своими партнерами, как в молодости. Старые пальцы, которые я сам играл в духовом оркестре. Сам танцевал, сам пел под них. Так что вот все примерно такое же. Ну и на сегодня я такой же веселый, счастливый, радостный и танцующий. Хореографический коллектив, духовой и эстрадный оркестры, хоры, многое другое. Михаил Андрианович Оленин за свою жизнь успел попробовать себя в самых различных направлениях художественной самодеятельности. И даже на пенсии не оставил это полезное занятие. Сегодня Михаил Андрианович выступает в хоре ветеранов Дворца молодежи. Праздник это большой, а для меня, как музыканта от рождения и певца, я с огромным удовольствием встречаю этот праздник. Поэтому мы здесь с друзьями пришли на этот праздник. Любимые песни в исполнении солистов Центра развития культуры и искусства и оркестра Саровской дивизии. Танцы под живой аккомпанемент, слова благодарности и поздравления. Вечер ко дню пожилого человека получился уютным и по-домашнему теплым. По всей стране духовые оркестры воинских частей исполняют любимые мелодии, произведения нашего замечательного старшего поколения, которое они любят, под которые они танцевали своей молодости. Акция ко дню пожилого человека в вальс нашей молодости прошла в нашем городе впервые. Военные оркестры сыграли любимые песни старшего поколения более чем в 80 городах России. 29 октября исполнится 100 лет со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Школу Комсомола прошли свыше 200 миллионов юношей и девушек. Ими был накоплен большой опыт во многих сферах жизни страны. В городском музее открылась выставка, посвященная юбилею Комсомола. Экспозиция рассказывает об истории развития движения в нашем городе. И знакомит саровчан с ветеранами советского молодежного движения. Ветераны Комсомольского движения, секретарь Егоркома, ВЛКСМ, председатели городского совета и многие другие. На открытие Комсомольской выставки пришли более 50 человек. И каждому из них было что вспомнить и чем поделиться с молодежью. Здесь собрались люди искренние. Вообще вот то время, которое мы представляем, в частности я представляю, оно было значительно бесхитростнее. На открытие экспозиции пришла и ветеран Комсомола, бывший инспектор по охране детства, отличник народного образования Людмила Николаевна Веретенникова. В 1954 году юная Люда вступила в Комсомол. И с тех пор началась её плодотворная работа. Ещё в институте на практике Людмила Веретенникова организовала в городе первые дворовые площадки для детей. И уже тогда поняла, что помогать людям – это её призвание. За её плечами – организация развлекательных вечеров для молодёжи, школа танцев и многое другое. О своей работе и участниках Комсомола Людмила Николаевна рассказывает с большой гордостью и улыбкой на лице. Все вожаки Комсомолей и сегодня, они настолько друг друга уважают, помогают. И если бы меня спросили, чем сейчас, чем мы отличались? А мы отличались чувством локтя, поддержкой. Мы отличались тем, что при встрече нам хотелось что-то сделать лучшее. И сегодня вот с ними мы здесь встречались. Это просто сказка для меня. История Саровского Комсомола богата на события. В стенах Краеведческого музея можно увидеть эксклюзивные фотографии первых секретарей Комсомола города, а также активистов движения. На стеллажах лежат уникальные документы, почётные грамоты, книги, летопись комсомольской славы и Орден Трудового Красного Знамени. В 1974 году Кремлёвская комсомольская организация, а нужно сказать, это практически исключительный случай, очень немного городских организаций были награждены такой высокой наградой. Нашей Кремлёвской комсомольской организации был вручен Орден Трудового Красного Знамени. И этот орден представлен у нас в витрине. Это одна из ценностей этой экспозиции. Выставка Комсомола 100 в Краеведческом музее продлится до 10 ноября. О ближайших выпусках программы «Исторические очерки» на канале 16. Иван Ситников расскажет саровчанам об истории комсомольской организации города. Саровский политехнический техникум имени Бориса Гребовича Музрукова отметил 55-летний юбилей. Он был образован в 1963 году как городское профессионально-техническое училище номер 19. Более чем за 5 десятилетий в стенах СПТ был накуплен богатый опыт в сфере подготовки квалифицированных рабочих кадров для ядерного центра. По случаю юбилея в актовом зале политехникума прошла торжественная церемония. Выпускники СПТ трудятся в ядерном центре, в медицинских учреждениях, в образовании, культуре и спорте. Поздравить саровский политехнический техникум с юбилеем пришли представители разных поколений педагогов и выпускников. В зрительном зале СПТ ветераны техникам и учителя и почетные гости. Мне сегодня выпала очень большая честь поздравить весь ваш дружный коллектив с вашим юбилеем 55 лет. 55 – это только начало развития. Перед вами, кстати, еще очень много задач под обеспечение задач Российской Федеральной Центры и Госкорпорации «Росатом». Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. У вас не только получают среднее образование, у вас еще и получают эта профессия. Это вдвойне важно, потому что, заканчивая техникум, люди, студенты здесь обучающие уже уверены в завтрашнем дне, имея такого партнера, как Рафиац Внеев. В честь юбилея педагогическому коллективу и руководителям СПТ вручили почетную грамоту администрации города и медаль за многолетний труд и за большой вклад в развитие системы среднего профессионального образования. Наш техникум сейчас в пятерке лучших. По показателям эффективности является высокоэффективной организацией. И это заслуга всего нашего техникума. Грамотными и благодарственными письмами были отмечены педагоги-ветераны СПТ. Почетный работник Анатолий Петрович Кузнецов больше 45 лет трудится в Саровском политехе. Он воспитал несколько поколений выпускников по специальностям слесаря, токаря и плотника. За всю жизнь, сколь вот 46 я работал мастером производственного обучения, я ни одного ученика не исключил. Всех, как набрал группу, сколько, 30 или 32, всех выпускал. И всего я, наверное, почти около 600 человек научил. Гости праздничного вечера вспомнили историю, заслуги и награды техникума, накопленные за несколько десятилетий. А ученики и приглашенные гости украсили торжественный вечер творческими выступлениями. Перед зданием администрации выстроилась спецтехника МЧС, ГОЧС и ядерного центра. Оперативный КАМАЗ, штабные машины, коленчатый подъемник и пожарная автоцистерна. В рамках месячника гражданской обороны сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и аварийно-спасательный отдел ВНЕФ показывали гражданам возможности спецоборудования и снаряжения. Подводные поисково-спасательные работы, ликвидации последствий различных аварий, тушения, пожара. В чрезвычайных ситуациях, где отсчет времени идет на часы и даже минуты, новейшее оборудование помогает спасти жизнь человеку. Лишь один из представленных на выставке автомобилей никогда не участвовал в реальной спасательной операции, так как задача экипажа оперативного КАМАЗа – ликвидация последствий радиационного заражения. Его мирная миссия – это сопровождение спецгрузов и участие в проведении учений. Люди нашего города должны увидеть непосредственно в каких организациях, какая находится техника. В данном случае детям интересно посмотреть на автомобильную технику. Дошкольники оказались самыми любопытными посетителями выставки спецтехники. Не всегда дослушав, что им объясняют специалисты, они спешили быстрее залезть в кабину и почувствовать себя спасателем, который мчится на помощь пострадавшим. Пожарные здесь есть. Четыре пожарных, командир отделения, пожарный водитель. Рассмотреть, а главное потрогать, разрешалось почти все. Некоторым посчастливилось в примере спасательную каску. Зрителям представили все спецоборудование, которое находится на вооружении у спасателей. Здесь мы выставили новые образцы гидравлического инструмента, детям здесь показывали в работе, и новые образцы водолазного снаряжения. Времени, чтобы рассмотреть и запомнить название различных инструментов и приспособлений, явно не хватало. На какую высоту может поднять коленчатый подъемник? Зачем нужен квадрокоптер? И для чего столько отсеков в пожарной автосицерне? Вопросы сыпали со всех сторон. Спасатели заверили, что все снаряжение в рабочем состоянии и в любой момент может примениться в реальной ситуации. Всякие были ситуации. Любое оборудование, которое находилось на машине, так или иначе использовалось. Выставка пожарной спецтехники в рамках месячника гражданской обороны проводится для популяризации профити-спасателя и демонстрации новинок оборудования и снаряжения. Музыка как часть жизни. В драматическом театре прошел концерт, посвященный Международному дню музыки. Воспитанники и преподаватели творческих отделений музыкальной школы имени Балакирева и детских школ искусств представили зрителям лучшие сольные и коллективные номера. До начала концерта несколько минут. Солистки творческого коллектива «Горница» заканчивают приготовление и с волнением ждут выхода на сцену. Для руководителя ансамбля Ирины Оськиной Международный день музыки – не просто дата в календаре. Это важная часть жизни. Музыка – это моя жизнь, это моя профессия, это мое я в моих учениках. Ну, это воздух, это кислород. Как это можно сказать? Вот этим я дышу, этим я живу. Любовь к музыке и русской народной песне она прививает своим ученикам. Анастасия Кашина считает, что фольклорная песня, как никакая другая, наполнена чувствами и эмоциями. Многогранность и самобытность народной музыки помогают девушке на всех этапах ее жизни. Она мне дает настроение. Ее текст может во многом помочь в жизненном пути. То есть она может опыт дать. Ну, как бы, может и погрустить с тобой, может и повеселиться, то есть поднять именно настроение. Юные артисты старались не уступать мастерстве своим педагогам и демонстрировали высокий уровень владения музыкальными инструментами. Владимир Горняев, исполняя с педагогом русскую народную калинку, показал зрителям весь потенциал балалайки. И зал поддержал артистов аплодисментами. Скрипки, баяны, домры, народные песни и романсы. Праздничный концерт показал все многообразие талантов учеников и тех, кто прививает им любовь к музыке, творчеству и передает свои знания и опыт. Я хочу связать свою жизнь с музыкой и хочу профессионально играть и играть на сценах. Гости вечера смогли увидеть лучшие номера творческих коллективов нашего города и оценить уровень подготовки юных музыкантов. Воспитывать чувство патриотизма с малых лет. Малыши из детских садов города приняли участие в военно-патриотической игре «Зарничка-2018». Всего в соревнованиях приняли участие 19 учреждений дошкольного образования. Но до финала дошли только 6 команд. Подробности далее. Соревнования такого формата среди дошкольников проходят в нашем городе впервые. Ребятам предстояло пройти 6 этапов. Все как в привычной нам Зарнице, вот только бойцам нет и 8 лет. И правило проще. У нас не было здесь автоматов. То есть все такое в детском стиле, более детском. Но элементы безопасности жизнедеятельности, элементы оказания первой медицинской помощи обязательно присутствовали в нашей Зарничке, так же как и у школьников. Стрывая подготовка – первый этап соревнований. К нему ребята готовились особенно тщательно. Разучили речевки, подобрали костюмы и продемонстрировали жюри четкость и слаженность действий. Дальше малыши демонстрировали свою физическую подготовку. Бегали, прыгали в длину с места. На третьем этапе отвечали на вопросы по истории нашей страны. Это воспитание духа патриотизма обязательно, любви к родине, знаний своей родины, малой родины. Потому что вопросы были относительно Нижегородской нашей области, относительно знаний их истории Сарова. То есть такие, с которыми ребята по достоинству справились. Последние конкурсы оказались самыми интересными для малышей. На этапе пожарной безопасности они отвечали на теоретические вопросы и участвовали в эстафете. А также оказывали медицинскую помощь, делали перевязку и собирали аптечку. Каждый юный участник отметил для себя наиболее сложное задание. Бег, потому что там зал большой, пересекли много, тебе надо очень далеко бежать, зал почти 30 километров. Прыжок. Почему? Потому что там надо длинно прыгать, а это очень сложно. Задание, точнее, выполнять. Какой цифры надо звонить, пожар и опасный предмет. По итогам соревнований все участники получили шоколадные призы за проявленные в военных учениях ловкость, ум и находчивость. Победителями «Зорнички-2018» стали малыши из детского сада номер 30. Турнир «Мирный атом» из дачи норм ГТО. Сотрудники ядерного центра и их коллеги из городов присутствия госкорпорации «Росатом» отметили профессиональный праздник на спортивных площадках нашего города. В этом году традиционный турнир расширил программу, и кроме баскетбола спортсмены приняли участие в соревнованиях по бадминтону. На баскетбольной площадке спорткомплекса «Юниор» развернулись серьезные спортивные баталии. За главный приз боролись сборные Сарова, Заречного, Озерска и Нижнего Новгорода. Победа досталась команде «Старт» из Заречного. Это традиционный турнир, он уже порядка 15 лет проводится, и стараемся привлекать к этому турниру именно сотрудников предприятий нашей отрасли. Впервые в программу турнира включили соревнования по бадминтону. Не раз встречаясь на различных спортивных соревнованиях с сотрудниками ядерного центра, специалисты приборостроительного завода из Трехгорного всегда отмечали высокий уровень физической подготовки саровчан. И когда представилась возможность скрестить ракетки в рамках турнира «Мирный атом», Трехгорцы собрали две команды против трех из нашего города. Хотели посмотреть, где тренируются наши конкуренты, какие у них тут условия, ну и посмотреть город. Капитан одной из команд гостей Денис Чуманов серьезно настроен на состязание. И хотя он не профессиональный спортсмен, но готов сделать все возможное для победы своей сборной. Обязательно нужно разогреть мышцы и размяться перед состязанием. От этих мелочей зависит то, как спортсмен будет двигаться на игре и поможет избежать травм. Это любимый вид спорта. Ну, занимаемся, в принципе, не профессионально, то есть не с детства, своими силами, без тренеров. Закрыли сезон по летним видам спорта и те, кто хотел сдать нормы ГТО. Пробежать за отведенное время несколько километров, потом взять в руки винтовку и выбить максимальное количество очков на мишени. Оружие электронное, нет пугающих звуков выстрела, но выровнять дыхание после физической нагрузки получается с трудом. А впереди ждет еще несколько дисциплин. Сегодня у нас плавание, бег 2000-3000 метров, прыжки в длину, стрельба, отжимания. Ну, еще вот по заявкам сделали еще одно дополнительное вид 60 метров. Традиционно сдача норм ГТО привлекает все больше сотрудников ядерного центра, так как прежде всего это соревнование с самим собой, проверка собственных способностей и оценка физической формы. В течение года у нас 3-4 мероприятия таких масштабных проходят, как раз по выполнению нормативов. Порядка 100-150 человек каждый раз приходят на эти мероприятия. Ну, сегодня одно из таких. Но это, скорее всего, уже заключительное, такое, скажем, летнее. Все, кто испытал себя на прочность на большом спортивном празднике, посвященном Дню работника атомной промышленности, готовятся к новым спортивным победам и свершениям. Так как спорт – это неотъемлемая часть жизни любого человека. Это были главные новости этой недели. Смотрите наши передачи на официальном канале в Ютубе. Также мы есть во всех крупных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. До встречи через неделю. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин